Хочу сегодня рассказать об одном из наиболее часто используемых инструментов для выделения, а именно прямолинейное лассо. Наверное, без него не обходится ни одна обработка изображения, особенно когда дело касается коллажей с переносом объектов. Итак, давайте разбираться. На панели инструментов находим группу лассо, зажимаем левую или правую кнопку мыши и выбираем в появившемся списке прямолинейное лассо. Рассмотрим поближе его панель параметров. Здесь мы можем увидеть такой параметр, как растушевка. От его величины будет зависеть то, насколько резким или размытым будет край вырезанного объекта. В качестве примера я нарисовала вот такие треугольники с растушевкой 0, 5, 10 и 20 пикселей. Хочу заметить, что чем большим будет разрешение вашего фото, тем больше нужно указывать значение растушевки для того, чтобы переход был плавным. Далее на панели параметров расположено окошко для гладочки сглаживания. Увидеть его работу мы можем на таком примере. Обе фигуры изображены с одинаковой растушевкой в один пиксель, но верхнее сглаживание было включено и края у нее гладкие. У нижней фигуры сглаживания включено не было и края прорисовались буквально по пикселям и получились как бы рваные. Сглаживание нужно включать либо выключать до того, как вы начнете выделять, потому что потом рваный край уже не исправить и придется резать заново. А теперь приступим к выделению. Для примера я выбрала картинку с драконом из Игры Престолов. Установить нужные параметры начинаем кликать мышкой вдоль края объекта. Каждый следующий клик соединяется с предыдущей прямой линией, за что инструмент и получил свое название. После того, как вы начнете тянуть контур, вы не сможете ничего нажать мышкой, кроме новых точек контура до тех пор, пока вы его не замкнете. Поэтому для масштабирования придется использовать клавиши плюс и минус, так как колесо мыши тоже работать не будет. А для перемещения по картинке нужно выводить курсор за пределы рабочей области. Если при этом зажимать shift, то картинка будет двигаться быстрее. Либо можно зажимать пробел и двигать картинку инструментом рука, который переключится обратно на лассо, как только вы отпустите пробел и не нарушить при этом контур. Если вы кликнули не туда, куда хотели, жмете Delete и точка исчезнет. Чтобы удалить контур, не создавая выделения, нажмите Escape. Если зажать клавишу shift, то линия будет ложиться под правильными углами в 0, 45 или 90 градусов. Если зажать Alt, то можно протянуть произвольную кривую линию. Когда весь контур уже обведен, его нужно замкнуть. Для этого существует несколько способов. Первый способ – это просто кликнуть в начало контура, при этом на курсоре возле самого лассо появится маленький кружочек. Он говорит о том, что вы навели курсор мыши на начало контура. Второй способ – это дважды кликнуть в последней точке. Таким образом, место даблклика соединится с началом контура. Третий способ – это нажать Enter. Но будьте при этом внимательны. Лассо протянет линию в то место, где в данный момент находится ваш курсор и соединит ее с началом контура. Поэтому следите за тем, чтобы курсор находился в нужном положении. Четвертый способ – это один раз кликнуть мышкой в последней точке, при этом зажав Ctrl. Я сталкивалась с такой проблемой, как произвольный даблклик у мышки. Такое бывает, когда она уже не новая или у нее засырились клавиши. Работать такой мышкой с лассо практически невозможно, так как она будет постоянно замыгать контур раньше времени. Иногда бывают объекты, которые одним контуром выделить не получается. Чтобы добавить выделение, на панели параметров нажмите кнопку «Добавить к выделенной области». После этого возле вашего курсора появится маленький плюс, напоминающий о том, что сейчас вы работаете в режиме добавления. Также для этого можно использовать клавишу Shift, зажав ее при старте. Если на выделенной области нужно вырезать дырку или часть ее отпечь, на той же панели нажмите кнопку «Вычитание из выделенной области». Рядом с курсором появится напоминание в виде минуса, либо зажмите клавишу Alt при старте. Иногда нужно оставить небольшую часть выделения, удалив все остальное. Для этого воспользуемся кнопкой «Пересечение из выделенной области». Рядом с курсором появится крестик напоминания. А теперь вернемся к драконам. Замкнув контур, я жму Ctrl J, тем самым вырезаю его в новый слой. Помимо дракона я еще выбрала фото девушки и буду объединять их в коллаже. Также вырезаю ее в новый слой и перетаскиваю ее на новый фон. Продолжение следует... При помощи комбинации клавиш Ctrl T запускаю свободное трансформирование и подгоняю под нужный размер. Мне не нравится цвет кожи, а потому жмем Ctrl B и настраиваем цветовой баланс. Отображаем по горизонтали дракона и перетаскиваем его к девушке. Также масштабируем через Ctrl T. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Мне хочется добавить небольшой эффект на картинку, я буду немножко размывать фон и саму девушку. На панели инструментов нажимаю маску и при помощи градиента зарисовываю левую и правую сторону картинки. Выключая маску, перехожу в меню фильтр размытие радиальное размытие. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА применяю этот фильтр как на фоне так и на девушке все это под одним и тем же выделения в данном этапе я останавливаюсь если у вас остались вопросы по поводу работы спрашивайте в комментариях у меня есть вопросы по поводу работы спрашивайте в комментариях